посиделки на дорожном радио дорогие друзья посиделки на дорожном радио сегодня с нами на одной волне артистка юмористка певица прекрасная елена воробей доброе утро доброе утро давненько я тут не сижу алена выглядишь шикарно отпад спасибо большое ты я еще без прическа кстати что ты делаешь чтобы так выглядеть я не знаю что ты ешь или что ты может быть не ешь занимаешься спортом многие интересуются как вот тут уже все секреты мои просто взял и слил я и немного ем стараюсь соблюдать там какие-то ограничения рекомендации и много занимаюсь спортом много двигаюсь но и гастрольная жизнь тоже не дает мне особо расслабиться и порой знаешь я должна выглядеть уже просто как такой сухофруктик после смены часовых поясов там не знаю приехали к поезду например в два в пол третьего ночи то есть мы до этого уже не уснули прыгаем в поезд в 7 утра уже оттуда выходим то есть недобор этих часов сонных часов сонных часов иногда оказывает и благоприятное воздействие кажется что я должна выйти уже просто такой пожамканной а выходит и говорят позже вы да вы же огурчиком но еще и кофеек наверно тоже бодрит всегда это приятно с утра пораньше кофе да ты знаешь недавно прощла история о том что где-то по-моему в нидерландах король швеции решил провести эксперимент и там двух братьев заставил одного пить чай а другого кофе чтобы пронаблюдать что полезнее кто раньше помрет вот они пережили всех тех кто наблюдал ребята пейте кофе и чай да можно миксовать я думаю да и конечно и все будет отлично ага опа о боже вот ты знаешь что делать для того чтобы самого утра улыбка украсила мое личико спасибо огромное я подарил букет цветов для тех кто не видит потому что мы видим трансляцию на видео в ютюбе но и на радио надо рассказать что букет цветов для елены воробей шикарный мне кажется букет так скромно сказался купила и сказал что шикарный букет шикарный шикар я его даже знаешь засушу а как по-другому сегодня елена у нас в студии московской дорожного радио а завтра 4 декабря родной любимый санкт-петербург ледовый дворец и 10 ну расскажи да что там что дворец для елены и не только для меня но и для все будут на сам звезды дорожного радио подведение итогов года встреча нового года награждение лучших песен лучших исполнителей но настоящий праздник для санкт-петербурга для поклонников дорожного радио для всех тех кто любит хорошую музыку елена воробей ведущая а знаешь как фильме а кто играет бориску царя кто с тобой ведет это шоу любимый денис клявер денис клявер вот денис клявер приходил к нам пару недель назад и на вопрос репетируете ли вы он сказал да мы знаем друг друга 22 года что там репетировать господи с полуслова понимаем я ему говорила мы понимаем друг друга с полуслова женись на мне а он подожди давай не будем торопиться я уже говорит на петербурженке был женат давай поищем другие связи вот так я в очевидный раз упустила хлопца но если бы не гастроли поверь мне наши бы жизненные пойти но мне кажется есть такие люди когда они понимают что вот это твой человек прям сразу с полуслова понятно что твой человек и все с которым не обязательно жить но можно с ним вот ну как-то и вести шоу с денисом я думаю легко будет а ты знаешь что вот смех смехом я это сейчас сказал про личную жизнь а я ведь его уговаривала стать своим режиссером вот истинная правда денис не да соврать я глядин у тебя кто в режиссерах клипы снимают он говорит всегда я контролирую я веду весь процесс там и на уровне сценария слушай а чем изобретать велосипед не хочешь ли потренироваться на воробьях и опять-таки если бы не плотный гастрольный график я думаю что это бредовая идея вот такая знаешь она бы воплотила жизнь но впрочем какие наши годы первый клип мне в результате снял любимый и гудин наш питерский так сашуля думаю что режиссером второго клипа вероятно все таки станет денис прости но я тебе об болтаю ну вот я думаю на сегодня включил дорожное радио думает ну о чем там воробей то говорить сегодня я его 4 декабря дожму все таки дожму денис готовься но вообще вот действительно такое бывает сочетание когда там ромео джульетта не знаю альбана и рамина пауэр когда вот у людей все хорошо игорь николаев и юлия проскурякова кстати говоря они завтра непременно появятся на нашей юбилейной премии у тебя лен я знаю тоже есть такие люди с которыми ну очень все шикарно елена воробей и юрий гальцев да все ведь но помнят возьмите меня в балет творческий тоже союз да исключительно творческий давайте подчеркнем это даже спелись с юрой вот и не один раз не однажды это было новогодние проекты первого канала новогодние проекты телеканала россия шоу дуэты может быть я раскрыла тайну не знаю был эфир или не был но в общем за стенкой однажды я увидела своего любимого юркешку ну а как как же иначе то дуэта естественно у вас дуэт который уже многие лета происходит ну и сергей дроботенко который приходил тоже к нам как на посиделке говорит с воробей и вообще хорошо вспоминал как вы делали вакцину я про вот эту сценку замечательно софа марковна рабинович да а может елена воробей сейчас побывать софа и марковной вот как будто софа марковна сегодня зашла к нам на посиделки софа марковна рабинович уважает уважаемых людей уважаемые радиостанции уважаемые песни и вообще все что связано с творчеством потому что я сама творческая натура вы поймите вот это пламя ильев себе или в себе этого нет а мне все время плеет плеет этот фитилек и если до него правильно нападусь то из искры таки разгорится пламя говорил великий но мы знаем кто на софа марковна выспались ли вы сегодня я чувствую себя как соль то есть не высыпаюсь влажная соль прекрасный достойный ответ что вы ели сегодня ой я ем завтраком за накормили вас питаюсь нервами своих соседей и вы знаете я вот обожаю что мне нравится вашем радио это это разнообразный формат умеете угадывать настроение абсолютно разных слоев населения чуть постарше помоложе но там всегда сделано с великолепным вкусом как говорила моя бабушка если вам надоело однообразие разверните часы с кукушкой к стенке и получите часы с дятла вот вы это умеете делать превосходно спасибо огромное софа марковна спасибо елена воробей кстати вот завтра на премии такие вот будут перевоплощения или это секрет пока сюрприз знаю время покажет все зависит от костюмов от прически от настроения в зале самое главное я уверена что там будет царить праздничная праздничная атмосфера елена воробей вручит будет вручать премии будет вести это шоу но и кстати мы тоже вручим награду высокую награду потому что песня красные белые она звучала у нас в хит параде на протяжении многих недель песня как говорят зашла расскажи вот кто автор вот этой песни прекрасный почему ты решила все-таки рекламировать известный всем магазин елена расскажи про эту песню вот стоял бы тут что-то полегче чем кружка я бы в тебя может букетом не это не реклама магазинов сети магазинов нет красные и белые потрясающие цвета красный цвет страсти цвет любви а белый цвет расставания но я так для себя я так чувствую эту песню у меня даже костюмы специально для для клипа были сшиты именно вот этих двух цветов песню написала прекрасная девушка женщина очень талантливая мария богомолова из санкт-петербурга и роман богомолов вот песню эту я так ждала я правда я так ее ждала я когда я услышала я почувствовал прямо что я хочу ее слушать еще 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 а самое главное я хочу дать ей свои эмоции свою интонацию свою страсть но и появился видеоклип надо сказать который простаивает видеоклип да что простаивает да да как почему мой темперамент пойди я на такой бешеной скорости живу что знаешь и шустряки не выдерживает ну так вот клип то ну вот кто режиссер давай тоже сообщим об этом да саша и гудин это первый клип а второй денис клявер да который уже за резервизором да резерв денис клявер да все он будет снимать второй клип а действительно клип это первый клип за долгие годы да я правильно понял что не было не было клипа я мечтала не могла себе это позволить я была студенткой театрального института потом актрисой санкт-петербургского театра буф от зарплаты до зарплаты экономия порой там на себе чтобы там позволить у нас было двое собак две собаки дома два кота они съедали все деньги съедали по многу там собака была один два два здоровых пса вы не представляете мы варили вот такой вот огромную чан борща какой клип да когда две собаки да не до этого я спросила говорю сашенька сколько стоит клипа я помню какой гонорар он тогда сказал бы я подумал боже это же как комнату в коммуналке купить а может и однушку где-нибудь там пригорода к санкт-петербурга это было очень дорого но теперь у тебя нет комнаты в коммуналке я подумал зачем мне комната в коммуналке для чего я вообще работаю я хочу получать от своей работы максимальное удовольствие и тратить деньги не на парфюмерию не на меха или там на украшение она клип она на то что по-настоящему сделает меня вот счастливой надолго вот такой спролонгации я решила испытать это да это круто это это просто невероятно это новые эмоции которые мне дороги вот в интернете можно посмотреть а сейчас в эфире дорожного радио можно послушать красные белые елена воробей у нас гостях в субботу с 10 до 11 посиделки только на дорожном радио и как я благодарна дорожному радио за то что вы были первыми кто ее услышал и вот так почувствовал тоже и донес до радиослушателей вы первые очаровательная певица и юмористка елена воробей у нас в гостях изначально все-таки певица да наверное потому что я помню вот этот конкурс москва ялта транзит да и там же ты стала победить такой молодой как же ты можешь по я был вот я как я помню я смотрел по телевизору прекрасно это это очень приятно что ты вспомнил про этот конкурс но сказать честно я и на тот момент не могла определиться кто я певица или актриса ведь я же тогда выпускалась из театрального института была на пятом курсе театралки и можешь себе представить да как обезьяна в анекдоте умный направо красиво и налево а мне хоть разорвись и и тогда конкурсы выглядели иначе то есть я отправляла кассету записью с аудиозаписью и это на месяца месяцами не получала ответа я уже забыла про этот конкурс и вдруг соседи приходят соседи телефона то у меня не было и говорят вас там из москвы просят у меня из москвы кто эти люди город то прекрасно и тщательно кому я могу понадобиться в москве можешь представить себе такой ход событий и вдруг просто реально как золушка из из сказки как ты еще и выиграла более того ты еще и выиграла да но твоими конкурентами если я правильно помню был тогда дуэт чай вдвоем и вот как раз они были госледующим на следующий на следующий я хотел сделать подводку что вот как раз и совпало и вот они по моим бушам с денисом клявером вы тогда и познакомились я чувствовал что кто-то мне наступает на пятки дениска это были я протоптала тропинку победителя и вот чай вдвоем потом по моим следам дорогие друзья елена воробей сегодня с нами а завтра она отправляется в санкт-петербург кстати вот какой вид транспорта ты обычно предпочитаешь поезд автомобиль автобус может быть самолет лыжи лыжи зимой лыжи зимой нормально коньки ну понимаешь я тут я посчитала что время в пути я проложала в навигаторе я не успею к началу мероприятия поэтому пришлось выбрать поезд поезд не самолет потому что самолет вроде бы быстрее но на самолете можно знаешь как застрять в аэропорту и оказаться на птичьих правах уж воробей знает что такое птичьи права бывало а вот и как это происходило это происходило чудовищно я помню с михаил михайловичем жванецким я сидела в бизнес-зале ожидания и мы пили кофе о чем-то беседовали обсуждая эстраду и так далее я восхищалась нашим любимым господи нашим мэтром да 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 и в какой-то момент он говорит может пойдем на посадку я говорю поверьте без нас не улетят и тут я спохватываюсь и говорить не пойдем без меня уже однажды улетели то есть когда нет сопровождающего человека кто смотрит на циферблат можно вот так вот с такой замечательной компанией потерять счет времени и самолет улетит и самолет улетит и ждать следующего приходится очень долго было ну там дают наверное какую-то еду там когда долго ждешь да или если самолет улетел тоже ничего ничего не дают аплодисменты звучат просто нет но объявляют иногда там типа даже слезы не помогают нет знаешь за границей не объявляют по именам вот у меня этот случай произошел за границей поэтому лучше поезд там лучше да лучше вы к нам а проводнице приходилось тебе работать были такие времена славные когда ты там чай приносила счастливые годы студенчества конечно было 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 но прошло да кстати а ты знаешь что сейчас стройотряд конечно поезд москва брест москва вот это и там проводница сейчас раньше не знаю как было но мне кажется люди договаривались и всегда люди с верхних полок они ели на нижних полках а сейчас приняли закон который обязывает людей вот человек купил на верхнюю полку он имеет право поесть на нижней полке представляешь что происходит дорожное радио мы обсуждаем в том числе и дорожные темы железно дорожные я бы сказал подожди тот кто купил место на верхней полке ранее не имел права поесть на столике законного права не было ну как договоришься а вот а теперь приняли закон уже ни разу не было никак не как грамм никогда не было конфликтов я еще и такая щедрая всегда то есть всех угощая угощала всех всегда когда работала проводнице ты угощала всех чаем потом же тебе наверное предъявляли нет я тогда меня угощать тогда меня угощали у меня была однажды ситуация когда мне не хватало денег на билет я а мне очень нужно было уехать домой из чужого города я ездила к парню в армию и отдала ему все деньги которые мне были я постеснялась сказать что мне не хватает на обратную дорогу не хватало мне там всего 10 копеек но билет стоил рубль у меня было 90 копеек карманина скребла 10 копеек не хватало без этих без этого червончика билет мне никто не продавал естественно я думала но не пойти же мне попрошайничать пройдусь по вокзалу папа платформам по станции поищу поищу как назло просто ни одной копейки не единой а мне так хотелось есть я видела как люди покупают пирожки надкусывают пробуют и там недоеденные выбрасывают я смотрела на это с ужасом думаю боже мой мне бы сейчас и половиночку вот этого пирожка и уже я бы может быть как-то и 10 копеек эти нашла бы а то у меня от голода видать уже глаза не видят и действительно я тогда на улице вынужденного подойти и сказать простите бугороди милая девушка не могу уехать 10 копеек сыграла эту роль вот и все-таки 10 копеек получилась и доехала к любимому не поверили не была похожа на мошенницу чего не скажет сейчас жуликоватые какие-то глазки дорогие друзья мы продолжаем наши посиделки и сейчас у нас сделаем пока паузу и будет потом развлекательная программа то есть пока серьезная была а теперь будет развлекательная елена и к нам присоединится катя крылова наш корреспондент она кое-что приготовила так чтобы быть готова отлично щекотать не будете посмотрим в субботу с 10 до 11 посиделки только на дорожном радио продолжаются посиделки на дорожном радио декабрь такой уже новогодний предновогодний месяц кстати вот уходящий год это год тигра насколько я помню но я думаю что елена воробей рычать не будет сегодня на что я уже забыла что это был год тигра он такой милый я думал так все замечательно так хорошо заканчивать так не будем на эти темы мы сейчас давайте о веселом и хорошим о добром катя крылова у нас присоединяется к нам наш корреспондент и она отвечает за развлекательную программу ну давай отвечай тогда доброе утро слушателям дорожного радио елена доброе утро привет смотрите вот мы уже поняли что вы актриса певица ведущая до премии дорожного радио не за горами уже завтра и конечно же пародистка и мы убедились что вы все это делаете ну просто прекрасно а что из этого перечня вам дается тяжелее всего вот что-то прям по щелчку пальца получается а вот где-то нужно больше усилий прилагать быть серьезной мне не сложно вот как раз рычать да вот рычать не получается никак но сейчас что а серьезность это где это вот когда вы в ведущей должны быть или в каком из этих направлений это когда у меня свободное от работы время должна быть серьезной какой-то а не хочется хочется ну вот мне кажется как и большинству наверняка что пародия вот это самое сложное ну для нас для людей которые имеет не занимаются не увлекаются а только наблюдают и удивляются катюша да я тебе расскажу по секрету не послушали один анекдот один анекдот такой немножко черный юмор но какой есть да какой есть я люблю пожестче такие вот историки там пародист повесился и написал записку задолбала переодеваться этот анекдот очень нравится саше пескову сейчас включил дорожное радио и улыбнулся так ну продолжай да я предлагаю прямо сейчас еще раз всем продемонстрировать ваш талант ваше мастерство пародия да перед вами лежат карточки надо будет переворачивать по одной там написан персонаж естественно и текст который надо в его образе повторить ну и конечно его голосом постараться все это дело изобразить ну предлагаю начинать первая карточка кто-то читаем малышева ой но это же неожиданно сильно простите пожалуйста простите вы вы добрый человек и замечательная вы прекрасная ну спасибо вам огромный дорогая елена васильна за уникальный формат который вы предложили россиянам за уникальный образ который хочется и хочется пародировать от которого по-моему невозможно устать а тут я свой есть это я просто сейчас лепила горбатым лепила так сказать малышеву ну что друзья как правильно делать это что это как правильно чихать существует большое разнообразие люди могут чихать просто так чихать платок а так вот она и говорила чихать в платок самые культурные а вот как правильно чихать чтобы это было безопасно для вас и для окружающих я продемонстрирую и чихну в платок в оренбургский пуховый платок платок студии про пуховый платок тут не было ни строчки это просто импровизация вообще будьте здоровы да правда говорит замечательно замечательно великолепно благодарю но предлагаю небольшой да вот кусочек правильно делать это сегодня как правильно чихать существует большое разнообразие люди могут чихать просто так чихать в платок самый культурный а вот как правильно чихать чтобы это было безопасно для вас и для окружающих вот так по моему очень-очень я не отлично а я бы правда сказала самый культурный люди чихают чихают в себе все никто не замечает у меня в коллективе когда кто-то чихнул я сразу мне у меня такая паника сразу я так вот так подальше от этого человека кто чихнул кто у меня на солнце какое солнце блед тучи в небе какое солнце здоровые люди не чихают иногда бывает я сейчас чихну я так поворачиваю все спугнули ребята будьте здоровы я обращусь ко всем слушателям дорожного радио мы продолжаем продолжаем следующая карточка так ну что вы да это же не в невозможно физически валерий леонтьев ну правда дельта план мой дельта план а тут подсказка леонтьева песни маргарита ну простите меня дорогие радиослушатели правда это очень дерзко пробовать и пародировать мужские образы голоса потому что это все-таки не в женской природе поэтому я бы леонтьева валерия клича все-таки походка это походка просто ну это же шедеврально просто когда ощущение что дельта план улетел а ноги еще помнят но может быть все одну фразочку карега бито маргарита ведь ты не забыла ты же помнишь как все это было april это еще коктейль маргарита тоже неплохо ты же планиров как все это было что то типа того что по моему очень и очень даже похоже. Давайте оригинал сейчас сравним. Послушаем. Даже в той же тональзе запела. Вот это фантастика. Как вспомнила Леонтьева-то, а? А вот уже дуэтная песня тут получается. Ты же помнишь, как все это было, Маргарита. Окно открыто, ты меня забыла. Ну, у нас карты-картишки разложены по-прежнему. Давайте мы продолжим. Тянем следующий лот. Тянем-потянем. Кто ты? Ой. Я обожаю эту певицу просто очень. Вот с такого возраста этот голос космический. Жанна Агузарова. Я правда не понимаю, что за песня тут. Это не песня. Это просто текст. Да, сейчас отправимся в космос. Ты не удерживай меня. Сегодня я дорожная. И зря меня ты не ревнуй, что я здесь первая. У нас не скучно посидим. Кофейку попьем, поговорим. Попьем, поговорим. И посидим, и музыку послушаем. Очень классную. Лучшую, а слаба мои всегда просты. Напрасно себя ты сомнениями мучаешь, мучаешь. Ты, 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 ты. И даже ты. И радиодорожные, радиодорожные лучшие. Класс. Спасибо, Жанна. Так и льется. Идем дальше. А я не делала пародию на этого человека. А вот впервые. Да. Нужно проникнуться образом. Зверушка. Сережка. Зверев. Наш. Король. Король. Дорогие друзья, у нас гостя Сергей Зверев. Почему мне сразу губы начали складываться? Почему? Манера, манера. Если бы у меня тут еще была корона. Ну, а петь не нужно. Я звезда. Сергей Зверев. Суперзвезда. Фэшн-король. Король гламура. Я не дура. Я король гламура. У меня мама тоже Валентина зовут. Валентина классная. Такая классная. Особенно в возрасте. Как упрямь с рогами. Все ничего не сделать. Вот муж ваш. Натерпится. Простите меня. Люди добрые. Сереж, прости. С большой, с огромной симпатией. За все, что ты делаешь. Руками, губами, голосом. Креативный. Зараза. Ну, правильно. Лучше перестраковаться. Могут люди и обидеться. Да, правда, правда. Хотя, мне кажется, это все понимают. Ну, шутки шутками. Да. Я думаю, что у Сергея нормально с чувством юмора. Ну, хочется верить. Если слушает дорожное радио, он оценит. Да, мне даже Сережка предлагал корону свою. А, тогда точно оценит. Когда я сказала, что хотим сделать пародию на него. Какой добрый человек, да. Да. Даже корону предлагал поносить. Ну, и наша финальная карточка. Кто-то... Боже мой. Ну, это знакомое. Что-то прям родное. Отпустите меня. И все поняли, кто это. Опускаю. Нет, не отпускайте. Пускай долго-долго цветет, колосится, наливается золотица. Это золотица розочайная, как бокал льда. Между нами дверь стеклянная, между нами тишина. Да, у нас Елена Воробей. Мы губами прикасаемся к льдинке. Ой, боже, к льду губами. А вот потом получается. Вот этот выворот. Потом получается, да. Что-то такое. Такое ощущение, что на морозе прилипло губами, а потом добрый дядя подошел и оторвался. Оказывается, все из-за этого. Конечно. Мы-то думали, что люди ходят, а как на морозе они прикасаются. Береги губу в мороз. Ну, заодно вообще язык и нос. Ну, у нас сегодня, я так понимаю, в гостях, в посиделках, в субботниках. Много народу сегодня побывало. Да, не только Елена Воробей. Как вы себе удачно пригласились. Сразу целая компания. Спасибо большое, Елена. Спасибо, Катя. Спасибо. Мы продолжим нашу беседу через некоторое время. Дорогие друзья, Елена Воробея у нас в гостях. Только что как бы спала, пока была пауза. Потом раз так, щелчок, микрофон включили, она проснулась. Доброе утро. Доброе. Мы на Дорожном. Привет. Привет. А, Дорожная? Дорожная. Отлично. Слушайте, вот народная примета. Пришел декабрь, жди Новый год. И многие уже ждут, и многие уже... Будешь ли ты, Лена, клеить снежинки на окна? Нет. Нет. Хороший вопрос, хороший ответ. Достойный очень. Есть приметы, ну, там, смотреть Иронию судьбы, понятное дело, в миллионный раз, и загадывают желание, когда бой курантов. А есть необычные приметы, ну, вот, не знаю, в Дании там устраивают бой посуды. В ЮАР выкидывают из окна старые вещи. А, в Германии, по-моему, мебель выбрасывают. Да, да. В Италии целуются, в Венеции. В Израиле ничего не выбрасывают. Причем не в Новый год, а вообще никогда. Они самые хитрые люди в Израиле. Да. Вот, ну, и Софа Махковна, да. Конечно, тоже не выбрасывается. Все берет, только берет. Молодец. Какие у тебя есть вот такие необычные приметы какие-то новогодние? Ну, а вот не наблюдали ли вы такую интересную закономерность, что если ты не купил подарок никому накануне Нового года, не жди подарков. А, да, кстати, короче, надо покупать. Угу, так что все... По магазинам давайте, да. Бегом, на дистанцию. Вот, ну, а завтра, 4 декабря, в Петербурге Елена выступит. Гигантский подарок просто будет просто огромный. Шоу Дорожного радио, 10-я юбилейная премия. Кстати, уважаемые слушатели, если вы не сможете поехать в Питер, ну, мало ли там дела какие-то у вас, то трансляция во Вконтакте, обязательно смотрите. Спасибо тебе огромное за то, что нашла время, пришла сегодня, и пародии были великолепные. Спасибо, спасибо. Ну, было классно, тепло. Я скучала, мы так редко видимся. Надо больше песен записать все-таки, чтобы почаще бывать здесь у вас. Приходи всегда. Спасибо. Да я не уйду просто. Просто не уйду и все. Нет, завтра, подожди, у тебя премия. А, да, ладно, на денечек тогда и все. Елена Воробей. Меня зовут Никита Леонов, пока. В субботу с 10 до 11 посиделки только на Дорожном радио.